Каждый Первомай в Москве настоящий бенефис левых сил. Красные флаги, утро красит нежным цветом, и Ленин такой молодой, в красной рубашоночке хорошенький такой. Темные силы олигархата нас злобно гнетут. Примерно такой вывод можно сделать из общего посыла шествия и митинга, прошедшего в Москве от Никитских ворот до Новопушкинского сквера. Особенно угнетали Левый фронт, который даже не партия, а вообще группа товарищей. Ни тебе устава, ни регистрации, а Кремль вот взял и запретил. Это все равно, что попытаться запретить чихать. На власть, к примеру. Вам запретили флаги пронимать? Да, нам пытались. А на каком основании? Ваше, через рамки незаконным. Сейчас посмотрим на рамки. А он у нас с цензурой, у нас в черном заклее. Вот, смотри. Сейчас, ждем. Я пока не пропускаю. Вы только что говорили. Я не буду без старшего пропускать. Коллеги журналисты, снимите, пожалуйста, это дело. С удовольствием. Снимаем, снимаем. На каком основании вы не пропускаете людей с флагами? На основании команды. В нашей стране не принято ничего объяснять. У нас, видите, у нас Песков жалуется, что ему содержательно поговорить не с кем. Но очевидно, что он и не горит желанием. Ни на какой содержательный диалог, как вы видите, не идут. Не то, что по вопросам реформ, но и по вопросам даже флагов. Это действительно странно. Партии, левый фронт не существует. Но это просто общественное движение. Тем не менее, общественное движение запретили и теперь запрещают участвовать в демонстрации с этими флагами, с символикой левого фронта. Ну, по меньшей мере, странно. У нас не партия, у нас не общественное движение, у нас нет ничего зарегистрированного. Ну, ведь это просто самодеятельность власти. Абсолютно. Все так, это кружок по интересам. Левый фронт. Государство – главный враг. Вот квинтэссенция левацких настроений 2013 года. И как бы власти не пытались запретить саму левую символику, но идею запретить невозможно. Партии, все страны, соединяйтесь! Партии, все страны, соединяйтесь! Путина на кол! Решительные лозунги, задорные кричалки, много молодежи и почти полное отсутствие федеральных каналов, которых согнали на Ядросовско-Шмаковский официоз. Между тем, независимые профсоюзы уже готовы создаваться. Заводы рабочим студентам, вузы, нам нужны профсоюзы, заводы, работа. Уже на наших товарищей в регионах пока что легкое давление начали оказывать. Но что делать? Без риска ничего не делается. И если свои права не отстаивать, то их отберут просто так. А борьба дает шанс на победу. А кто оказывает давление на вас? Ну, администрации вузов, прежде всего. Естественно. Ну, скажем, некоторых наших товарищей уже вызывали на ковер и говорили, а чего это вы без разрешения? А кто должен разрешить? Да в том-то и дело, что профсоюз создается без чего-либо разрешения в соответствии с Конвенцией Международной Организации Труда. Не нужно спрашивать разрешения, чтобы создать профсоюз ни у государства, ни у работодателя. Эдуард Лимонов, естественно, возглавил колонну другоросов. Учтя ошибки Троцкого и Ильича, рубил по-революционному с плеча. Мы сейчас из социалистического когда-то государства превратились в какую-то дремучую, отсталую, средневековую страну, в которой хорошо живется только сверхбогатым. Вот у сверхбогатых отобрать и поделить. А не получится снова, как в 17-м году. Гражданская война. Вот, знаете, это все. Можно подумать, что кто-то хотел этой гражданской войны. Просто интересы у людей были разные. Вот была гражданская война. Не получится. Если бояться, то из пещеры никогда человек бы не вышел, потому что там страшно. В пещере-то вроде спокойно. Но надо дерзать. Необходимо установить равенство. Такое государство ненадежно. Оно никогда не будет устойчивым, какое у нас сейчас есть. Люди даже по природе по своей неравными рождаются. Кто-то слепой даже. Мы не говорим о том, что нужно всем одну пайку выдавать. А речь идет о том, чтобы уничтожить сверхбогатых. Нам сверхбогатые в нашей стране не нужны. Нам нужны наши собственные предприниматели, которые строят дороги, строят дешевые дома. Вот их надо поощрять. Но установить какой-то лимит для богатства. Заметьте, чуть ли не вчера даже Путин стал говорить о налоге на роскошь. Значит, то, что вот этот лозунг актуален как никогда. С ним возможно победить. Митинг в Москве собрал около полутора тысяч человек. Левые движения выпустили первомайский пар и пошли бурлить дальше. Идея социальной справедливости, этакого рая на земле, всегда будоражила умы человечества. Но в 2013 году в России к этому добавилась еще одна идея. Идея возвращения повторного обретения свободы. Свободы человека в России. И это, пожалуй, основной тренд сегодняшней демонстрации, прошедшей в Москве. Но трудиться над обретением этой свободы придется еще долго. И не только в мае. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.